Кейс Стадис Кейс Стадис Случай ТВ-2 имперская и местная Поскольку мы будем с вами говорить про телевидение, мы начнем с небольшого видео Сегодня телекомпания ТВ-2, так получается, не по нашей воле Сегодня телекомпания ТВ-2 становится историей Становится историей этого города Но это была хорошая история И нам в этой истории было приятно оказаться Мы старались работать для вас, для наших зрителей Всегда, максимально честно Мы старались работать максимально объективно Мы очень хотели, чтобы вы нам доверяли И как нам кажется, у нас это получалось И вся эта история, извини, Мэла, уточню Наверное, это действительно так Вся эта история не только наша Это наша с вами история И тех, кто был с нами И тех, кто, получается, еще не был Но родится в этом городе Потому что нельзя смотреть в прошлое и не видя будущего То есть понятно, что те, кто родится в этом городе После, они тоже будут знать и эту часть истории Томска Когда в городе была телекомпания ТВ-2 Которая работала для вас Поверьте, мы любим вас, мы любим этот город И мы, все мы, столько людей Мы никуда из этого города не деваемся Просто закончилась вот эта страница Чего мы не хотели И я знаю, многие люди не хотели тоже И вот переворачивая эту страницу Нам остается сказать только одно До свидания, до встречи, любимый город До свидания, город Луна убывает Такое бывает Я иду стричься Меня убивают И земли стреляют В левую мышцу И не попадают Что тоже бывает Спит и прицелы А я улыбаюсь Живу и не стараюсь Четырнадцать целых лет До свидания Мой любимый город Я почти попала В хроники твои Ожидания Самый скучный повод Нам с тобой так мало Надо для твоих До свидания Я почти попала В хроники твои Телекомпания ТВ-2 Одна из первых Негосударственных телекомпаний России Которая возникла еще при Советском Союзе Лауреат 23 Кажется Премий ТЭФИ В новогоднюю ночь Была отключена От эфира А месяц спустя Была выброшена И из кабеля Вот собственно Этот фрагмент Мы так Прощались Со зрителем Это последние Две минуты Наши в эфире Последние две минуты Из почти Двадцати пяти лет А вот За два с лишним года Которые прошли После этого Эфира Были уничтожены Либо Сменили собственников Все Остальные Медийные активы Томской медиагруппы Телекомпания ТВ-2 Была основой Этой медиагруппы Но кроме того Там было четыре радио Несколько рекламных служб Продакшн телевизионный Вот это был Успешный По региональным меркам Бизнес Достаточно Крупный Стоимость которого Оценивали В разное время От пятнадцати до Двадцати одного Миллиона долларов Вот Основатель ТВ-2 Аркадий Майос В настоящее время Находится в Израиле Как раз В этот день Мы с ним Накануне этого дня Мы с ним Попрощались Потому что Его предупредили Что после закрытия Телекомпании В отношении него Лично Возможно Санкции Он начал новое дело Никак с медиа Не связанное А в настоящий момент Из Сотрудников Медиагруппы В настоящий момент Осталось около Полутора десятков Человек Которые делают Сайт ТВ-2 Тудей Мы продолжаем Продолжаем работать Но уже в таком Небольшом составе Мы есть только в интернете Нас нет нигде Нигде больше Обстоятельства уничтожения ТВ-2 Они не раз Освещались В российских СМИ А в зарубежных СМИ Мы благодарны коллегам Которые Которые дали нам возможность Уйти Не бесшумно С большим резонансом В общем Это было неплохо Вот И накопилось Достаточно много У нас Разных материалов Которые в какой-то А Об обстоятельствах Уничтожения телекомпании Которые в какой-то момент Нам показалось Важным обобщить Потому что Нам показалось Важным показать Механизм Уничтожения Медиа в России И это Причем Механизм Не только Уничтожения Медиа Это вообще Говоря Механизм Возможного Уничтожения Любого бизнеса Ну с некоторыми Корректировками В каждом Данном Отдельном Случае Вот Мы создали Такой спецпроект В интернете Как закрывали ТВ2 Виктория Вот Лариса сидит Они В числе авторов Этого проекта Вику Я попрошу Немного Про этот проект Рассказать А потом Мы еще Поговорим Про другое Я буквально Несколько слов Этот проект Стал возможен Благодаря нашим Коллегам Из Института Развития Пресса Сибири Они нас на это Сподвигли Может быть мы Сами бы не решились Все это обобщить И сделать Вот И плюс Оксана Силантьева Я не знаю Может быть Медийщикам знаком Такое имя Ее структура Силамеди Они взялись Оформить Нам помочь Оформить вот этот проект Мы вместе Так решили Что попробовать Сделать его В виде такой Шахматной партии Хотя конечно На самом деле В шахматах Есть правила игры В случае с закрытием ТВ-2 Никакие правила Не соблюдались То есть мы старались Действовать как-то По правилам Но власть Переходила В этой игре Ну иногда Она как шашками играла Иногда еще что-то Но в общем На шахматы Это было мало похоже Вот Но это мы Собственно В такой форме Сделали для того Чтобы было понятнее Когда мы делали Какие-то Ходы Что за этим следовало Тут это интерактивная Такая своеобразная игра То есть мы нажимаем И смотрим Что и как происходило Да То есть Вот С чего началось Собственно Начало медийной атаки ТВ-2 Это шла такая подготовка Когда стали появляться В соцсетях Разные на нас Такие Наезды В общем Наезды на ведущих Куча вывалилась Различных материалов Вот мы это отражаем И это можно Нужно просмотреть Вот Ой Я закрыла Кажется Сейчас Секундочку Так Так Я чуть-чуть Закрыла Сейчас меня Игорь спасет Нет Нам не надо Это Все Все У нас вернулось Вот Этот материал Сделал И на английском И на русском языке Так что Все вы можете Посмотреть Там Ну действительно Пошагово Как все это Развивалось Что предпринимали власти Как мы Отвечали Пытались Как мы Обращались в суды Проводили Различные пресс-конференции Было Несколько Больших Очень Акций Городских Поддержки ТВ-2 То есть люди Выходили И на пикеты И на митинги В защиту ТВ-2 Это были Достаточно Такие Масштабные Акции Каких Город Томск До этого Не видел Но К сожалению Нам это не помогло Поэтому Мы дальше покажем Один из митингов За ТВ-2 Но попозже По ходу Рассказа Виктора Ну вот собственно Эта история Про механизм Уничтожения Вы ее можете Посмотреть Она любопытная И познавательная На мой взгляд И можете Заодно Сопоставить То что мы Будем здесь Говорить С теми документами Которые Здесь Лежат Чисто Вот такое С медийно Интернетской Точки зрения Этот проект Для нас Был интересен Тем что Вот у тебя Когда есть Очень большой Массив Материала Ну люди Которые в интернете Знают Ты вообще Не знаешь Иной раз Как его обобщить С тем Чтобы это было Интересно Доходчиво И понятно Ну вот в данном случае Мы попробовали Это сделать Для тех людей Которые интересуются Этим сюжетом К слову сказать В этой шахматной партии За государство Играет Гарри Кимович Каспаров Вот Играет белыми Вот Партия уж больно Хороша Вот Поэтому мы взяли Именно Ее А вот Эта История Когда мы говорим Про как уничтожался Это история Про то Как не работают Никакие Механизмы Защиты Бизнеса Никакие Механизмы Защиты Медиа В том Случае Когда принято Политическое Решение Вот можно Посмотреть Там пошагово Посмотреть Какие шаги Предпринимали Кому мы Обращались Что там было С судами Как оно все Было Какие там В защиту У нас Предпринимались Действия Самыми разными Организациями Надо сказать Мы были Достаточно известны Телекомпания Вот Мы не были Беззащитны По нашему Сюжету С нашим уничтожением Делала даже Запрос Одна из фракций Государственной думы Едва ли Едва ли Этого удавалось Добиться Какому-нибудь Другому провинциальному Медиа Тем не менее Тем не менее Ничто не сработало Ничто не сработало Телекомпания Как телекомпания Была Уничтожена Вот И Вопрос Почему это Случилось Вот Сразу же скажу Что Вот В дальнейшем Я буду отвечать На два вопроса Кроме Кроме Всяких механизмов Которые мы Опробовали По самозащите Очень много А в нашу поддержку Дело надо сказать Город Которому мы Благодарны Вот Мы сейчас покажем Один из митингов Не самый А многочисленный Скажу Что в нашу поддержку Собирались Митинги Там В течение Буквально Месяца Трижды Трижды Митинги И пикеты Численностью По 5 Тысяч Человек Там 20 тысяч Человек Подписали Письмо Президенту Российской Федерации С просьбой Значит О защите Компании Все это Было бесполезно Ну а митинги Да Вот на морозе Это не самый большой Но Самый холодный Там было По 30 градусов Тем не менее Люди пришли Надо понять Что такое В нашей истории 4-5 тысяч Это примерно как в Москве 100 150 Тысяч Вот Да Маленький Сбилась Сейчас Одну секунду Я найду Это мы сделали Еще у нас есть Был проект Который мы сделали В форме шахматной игры Но для удобства Рядом с этим проектором На сайте TV2 Today Можно посмотреть Мы сделали обычную Тайм-ленту В которую просто По порядку Уложили все эти события Потому что Иногда у нас Честно говоря Когда мы как В форме делали Партии У нас не всегда Получало Что вот Ход государства Ход TV2 Это делать Поэтому вот еще Есть такая версия И здесь Есть кое-какие документы Да Где есть дополнительно И документы И видео Как вы видите То есть в принципе Вот это вот Пошагово День за днем Тоже вся Да Это первый митинг Это был 14 декабря 2014 Самый первый Пикет в поддержку Телекомпании ТВ2 Прошел в Томске По официальным данным На него собрались От полутора До двух тысяч человек Об этом сообщил Представитель регионального МВД Однако по подсчетам Организаторов На площадь вышли Не меньше Пяти тысяч Томичей Только четыре с половиной Тысячи подписей Было собрано За час в поддержку Телекомпании ТВ2 С мест события Репортаж Юли Бычковой 13.30 Небольшими группами С разных сторон Люди подходят К площади Около здания СФТИ Старики и молодежь Семьями и поодиночке Пикет назначен На два часа дня Обычно перед началом Массовых акций Сотрудники полиции Перекрывают дорогу На этот раз Вплоть до двух часов дня Движение было открыто И первое время Люди стояли на тротуарах Страшно Становится Когда закрывают Возможность Говорить Высказывать Своё мнение Слышать разные позиции То есть Это вообще Тебе закрывает рот Получается И страшно Да За то, что Ты не сможешь сказать Как-то некие аллюзии Не хочется делать В нашу литературу Тридцать третьего года Как-то очень прям Навевает Не нравится Что ТВ Всегда говорит правду И критикует Всяких чиновников И всех критикует Мы тоже критикуем Но у нас голоса нету Ровно в два часа Площадь стремительно Заполняется людьми Волонтёры начинают Сбор подписей По требованиям Остановить незаконное Уничтожение Телекомпании ТВ-2 У нас голоса нет Это важные На самом деле Слова В этой истории Там разные другие Слова были Мы довольно много С людьми разговаривали С разными В период закрытия Они там разные Интересные вещи говорили И собственно в нашем выступлении Я уже Мы будем уже отвечать Не только на вопрос Как А на важный вопрос Почему закрыли Это первый вопрос На который хотелось бы ответить А на второй вопрос А почему эти все люди приходили Почему для них это было важно Прийти Высказаться В поддержку телекомпании Вот на эти два вопроса Буду отвечать Сразу же скажу Будем отвечать Сразу же скажу Что здесь люди Которые были на этих митингах Это люди Самых разных взглядов Там я не знаю Там одна из наших Активных Деятельниц Этого времени Пикета Она себя определяет Пикетчица Как империалист Русский националист Сторонник Аннексии Крыма Ну в общем Это все Это совершенно Никак Не коррелирует С моими политическими взглядами Более чем Более чем напрочь Но тем не менее Вот она приходила Почему приходила А потому что В начале 2000-х годов Было такое поветрие В Томске Когда людей Живших в общежитии При приватизации Этих общежитий Выкидывали из этих общежитий И мы были единственными Медиа Которые А выкидывали люди Влиятельные Мы были единственными Медиа Которые про это Самое дело Рассказывали Вот эту тетку Тоже тогда выкидывали А благодаря нам Она В общем-то Осталась Жил площадью Вот И в данном случае Человек Для него важна Местная история Он готов вывести За скобки Все то Что касается Вообще политики А для него важно То что Было местное Медиа В котором У него была Возможность Высказаться Часто мне Часто нам Задают вопрос Ну а что Все-таки Что такое Вы сделали Потому что Нас же закрывали Я про это еще Буду говорить У местных властей Не было ресурсов Для того Чтобы нас закрыть Нас закрывали Роскомнадзор РТРС Монопольщики Антимонопольщики Которые ушли Все Федеральная служба Безопасности Конечно Главный был Механизм По Работе С нами Вот Это все структуры Федеральные И Нам все время Задают вопрос А что вы Что вы Такое Сделали Почему За вас Так взялись Вот И Что мы делали Мы были местным Телевидением Чтобы было понятно У нас была местная Информационная повестка Дороги Протекшие крыши Вот это вот Все Бабушки Которые жалуются Это было Основой Нашего Информационного Вещания Но Штуковый Ведь в чем Вот Есть такая формула Наркома Лазаря Моисеевича Кагановича У любой Аварии На железнодорожном Транспорте Есть имя Отчество И фамилия Человек Он был скверный Но вот эта формула Она должна быть Над головой Каждого Новостейщика На мой взгляд И когда Ты рассказываешь Новости На протяжении Там 20 лет И называешь Имя Отчество И фамилию Ты наживаешь Себе Кучу врагов Меня многие В нашем городе Не любят И правильно Делают Есть за что Это первое Второе У нас появлялись Безусловно В эфире Спикеры Ну которые Входили В разные Стоп-листы Там Гарри Кимович Каспаров Борис Немцов Алексей Навальный Ну и далее Далее везде Далее все Вот Все кого В федеральном эфире Все кто В федеральном эфире Исчезал Они имели Возможность Когда приезжали В наш город Либо Когда появилось Такое замечательное Изобретение Человеческого Как скайп Высказать Что-то В нашем эфире Что-то То что казалось Им важным Это не значит Что у нас Не было других У нас были все Мы никогда Не определяли себя Как оппозиционная Телекомпания Мы говорили Мы даем Высказаться всем Но если Борис Ефимович Немцов Приехал в наш город Он будет у нас Говорить Потому что Если он не будет У нас говорить Это будет непрофессионально Я так считал И считаю Пахи спикерам Что еще Ну безусловно Мы показывали Мы показали фильм Путинские игры Накануне Сочинской олимпиады Собственно ни одно Кажется ни один канал Этого не сделал А мы это сделали Хорошее кино Невыдающееся Но почему бы Людям его не посмотреть Тем более Что Им это интересно У этого фильма Были хорошие Медиапоказатели Мы ничего не нарушили Никаких законов Нигде в законе Не написано Что нельзя показать В эфире регионального Телеканала Фильм Путинские игры Мы показали Мы строго Следуем законам Российской Федерации Далее Что еще Ну мы некоторое время Были аффилированы Одним из учредителей Телекомпании Одним из акционеров Телекомпании Был Михаил Борисович Ходорковский Вот это было Недолго Но Осадок остался Потом когда его По УДО выпускали Адвокаты попросили Написать Документ о том Что мы можем Его трудоустроить Я трудоустроил Его колумнистом А вот А Платона Лебедева Зам директора По маркетингу Вот Такой документ Я предоставил Некоторое время Я был работодателем Михаил Борисович Правда не случилось Он не вышел Тогда по УДО Но тем не менее Такой документ Наверняка Где-нибудь осел Вот Ну и наконец Безусловно Мы неправильно Освещали Украинский кризис Ну с точки зрения Властей Мы съездили на Майдан И рассказали Все не так И наконец Мы рассказали Вот я сейчас Сюжет вам покажу Мы рассказали Про отправку Добровольцев Из Томска Так называемых Добровольцев Посмотрите сюжет А потом мы про него Пару вопросов Все Заложили вещи Взяли провизию И грузим В автобус Автобус отвезет их Прямо до границы С Луганской областью Пять дней в пути С собой везут Снаряжение И продукты питания В автобусе уже сидят По группам Разведчики Штурмовой отряд И обеспечение тыла Кого-то провожают У кого-то родственники Не знают Куда едет глава семьи До сегодняшнего дня Они работали водителями Строителями Массажистами Многие прошли В свое время Через Афганистан И Чечню Но есть и те За плечами у кого Только служба в армии Ходили через Афганистан? Есть костяк Да, проходил Через что именно? Афганистан 83-84, да А вот из Барнаула Группа аж 200 человек Говорят уехала А из Томска Барнаул поможет Там столько бойцов выставить Мы сколько можем Кто смог Типа поехали Кто неравнодушен к судьбе А как надолго едете? Этого тоже никто не знает Вы едете Вы будете там получать деньги Или нет за это? Даже тоже не знаю Чего мы будем там Получать не будем Ну, факт не в деньгах Там же военные люди И без денег И по телевидению Показывали Ну, например, и так Но если будет там Какая-то там оплата Или что-то такое Это будет неплохо А вы же понимаете Что тогда это уголовное Наказание В России? Нет, вот этого не понимаю Но я слышал, что Не так давно Как, например, завтра Вчера, что ли Что-то депутаты Обсуждали вопрос Не наемники Что мы на территории Чужого государства А вроде как В рамках этого вести То есть, как бы Официально все признать Добровольные движения И все прочее Говорят, что Многие мужчины Которые прошли Войну, да Военные действия В Афганистан, например Я с Афганистан С вами многими Но уже давно общаюсь Они говорят, что Вот в минной жизни Сложно себя после войны найти Лично, что касается У меня, слава богу Уже 30 лет прошло Даже, может быть, с хвостиком Там возраст был один Это все такое Но вообще, да Андрея Лена не хватает Обидно за наших То, что какая-то Г***я Позволяет все убивать детей Позволяет убивать Беременных женщин Ну, мы не можем На это смотреть У нас едет сегодня 30 человек 31 А, ну, собственно говоря В конце сентября Примерно эта группа Уже и сформировалась, да? Да, мы занимались Мы тренировались Мы готовились И, поверьте Мы подготовились очень хорошо Мы не едем туда заработать Мы едем туда Чтобы прекратить Все это Беспредел Вот этот их Вышли с этим предложением В масштабе Российской Федерации Это Российский Союз Ветеранов Афганистана Союз Десантников России И Боевое Братство Значит, они официально С Красной Плошади Наше руководство Об этом заявило По центральным каналам Что действительно Требуется оказать Помощь Народу Луганской Донецкой Республики Со всех Фактически Сибирских регионов Наши ребята Туда Поехали У нас Я не скрываю Что Очень много Ребят уехало туда Поодиночке И находятся там Уже некоторые Возвращаются Поэтому У нас было принято решение Централизованно Отправить группу Есть командир Есть заместители Группа Возраст от 23 до 50 лет Поэтому Мы будем знать Кого мы отправили Мы будем держать связь Постоянно с ними Были у нас ребята Что теперь скрывать Которые приходили Якобы Сколько там заработной платы Когда Заходила речь Выплатить Каких-то Денежных средств Короче Мы с такими Сразу запрощались Их провожает Православный священник Раздает иконки С напутственными словами Выступают офицеры Происходящее Кажется нереальным Ведь официально Россияне На чужой войне В чужой стране Не воюют А вот Про добровольцев Говорят в открытую Но чтобы была Такая Организованная отправка За кадром Провожающие Обещают Кто дождаться А кто позже Догнать Томскую группу Возможно Следующий отряд Добровольцев Из Томска Уедет на Украину Уже после Нового года Ну надо понять Это декабрь 2014 года Тогда еще Про так называемых Добровольцев Или не рассказывают Вовсе Или молчу Рассказывают А в данном случае Человек Поговорил с ними Снял эту историю Ну из которой В общем понятно Какие они Добровольцы Это военкомат В Томске Все понимают Что за автобус Это сибирский Химический комбинат В общем понятно Как все организовано А Ну вот представьте Себе Вы редактор К вам журналист Приходит Вот с такой историей Телекомпания Находится под давлением Показывать Не показывать Кто считает Что показывать Надо Ух ты А кто считает Что нет Ага Ну все таки есть Нет Тут надо Немножко усложнить А если вы знаете Что после этого Телекомпания Будет закрыта Представьте себя На месте Главного редактора Пусть вы понимаете Что это сюжет Который может Привести к закрытию И этот сюжет Часто назывался Именно Как причина Закрытия Телекомпании ТВ-2 Будете ли теперь Поднимите ли вы Теперь руку Показывать сюжет Или нет Уже меньше Вот Ну на самом деле Резонное суждение Я именно так и Рассуждал Не этот сюжет Так другой Вот А не показать Эту историю Конечно было Я не про этику Не про политику Не про взгляды Я здесь про профессию Не показать такую историю Если она есть Это непрофессионально Счел я Рассудил я Ну и в общем Показали эту историю Уже до кучи Вот Когда я все Перечислил Одной знакомой Которая задала Московской знакомой Которая задала Вот этот вопрос Слушай А что случилось А почему все-таки Она так на меня посмотрела Слушай А вы что-нибудь Вообще не сделали Чтобы вас не закрыли Еще Вот Но на самом деле На самом деле Отвечая на вопрос Почему Я хотел бы Сказать вот о чем Ни одна из этих историй Сама по себе Не была Причиной закрытия Телекомпании И даже не все Они в совокупности И вот для того Чтобы ответить на вопрос Почему Мне бы хотелось Нам бы хотелось Немного поговорить Про историю Регионального телевидения Чуть-чуть буквально Что такое было Что произошло На рубеже В начале 90-х Среди всех прочих перемен Случившихся С Россией Первое Произошла Общая демократизация Развития Политической конкуренции То есть в регионах В частности Появились различные Политические группы Которые конкурировали Между собой На местном уровне Что создавало И условия К существованию Местных Разнообразных Медиа И было Одним из источников Их существования Потому что Молодежь не помнит Но те кто постарше Помнят Тогда случались Еще в России Конкурентные выборы Которые приносили деньги А второе Это было время Когда Родился местный бизнес Мы же развивались Вместе С местным бизнесом Было время Когда местного бизнеса Не было А он тут возник Возникли все эти Парикмахерские Шиномонтажки Рестораны Банки Возник рекламный рынок И третье Самое С моей точки Ну Важное Сменилась Информационная повестка Переломилась она Вот я бы Сказал так Имперская повестка Характерная Для советских времен Слово империя Я употребляю Безоценочно Когда Любая информация Сходящая из центра Ценностно важнее Чем информация Которая рождается На местах Сменилась Другой Местной Когда для людей Гораздо важнее Стало не то Что происходит В Москве А то что происходит За углом И благодаря этому У местных медиа И у телекомпании ТВ-2 в частности Появилась Аудитория Аудитория Которая Давала возможность Монетизации Вот собственно Три важных вещи Которые давали Возможность В начале Девяностых Годов Расти Региональному Местному Телевидению И мне доводилось Тогда В начале В конце Девяностых Смотреть много Местных Телевизионных Программ Был такой конкурс Новости Время местное Там были Смешные вещи Эти до сих пор Помню Этих очаровательных Девочек Ведущих Информационных Программ Бабушкиных Баа На фоне Картонных Задников Там было Очень много Непрофессионального Но там было Еще очень важно То что я помню До сих пор Там было Ощущение Большой И разнообразной И Очень Разнообразной Страны Там Все Информационные Повестки Были Не похожи Одна на другую Там Это было Время Разных Новости Стилистик И В общем Лихие 90-е годы Прямо скажем Для местных Медиа Все там По-разному Бывало Но В общем Ветер Дул Наши паруса Они были Для местных Медиа В общем Хорошими Несмотря на Все оговорки Про которые Вы можете Сказать И про которые Я тоже знаю А в нулевых Ситуация Переломилась Вот И если Говорить О переломе Ситуации То что Здесь Важное Случилось Первое Изменилось Как вы знаете Медиаполитика Центральной Власти Она и раньше Была Не сильно Прямо скажем Не во всех Случаах Хорошей Для медиа Но С приходом Нового Президента Она изменилась Резко Символом Ее изменение Было Уничтожение Старого НТВ Мы тогда Эфир Отключали На день В поддержку В знак Поддержки Коллег Вот Дальше Было зачищено Политическое Пространство В регионах Политическая Конкуренция Уничтожена Соответственно Произошли Несколько Вещей Важных Для медиа Во-первых Местная Элита Она перестала Быть заинтересованной В коммуникациях Напрочь А зачем Ей ходить В телевизор Зачем Ему ходить В телевизор Если его Не выбирают Раньше Они рвались В телевизор Потом Перестали Если нет Конкурентных Выборов То соответственно Пропадает И Значительная Часть Ресурсов Далее В провинцию Пришел Крупный Московский Бизнес Сети Банковские Торговые Вот это Вот все Что приводило К съеживанию Местного рекламного Рынка Это тоже был Неблагоприятный Очень важный Фактор И наконец Для телевидения Очень важная Вещь Политика Телесетей Которая В нулевые Годы Становилась Все более Жесткой Телесети Это то Что создавали Мы все вместе Регионалы Многие телесети Но с момента Когда они Утвердились Стали сильными Они стали Диктовать Повестку Правдами Или неправдами Телекомпании Отжимали Из прайма Количество Рекламных Книж Сокращалось В общем Это все происходило И это тоже был Крайне неблагоприятный Фактор Для местного Телевидения Отчасти Все это Компенсировалось Ростом Рекламного Рынка Ну и Самые упорные В это время Пытались Диверсифицировать Медиаплатформы В это время Мы стали Делать Разные Интернет Проекты Создавать Медийные Холдинги Крупные Ну с тем Чтобы противостоять Этим Неблагоприятным Тенденциям Но что касается Политической повестки Она становилась Все более жесткой И В общем А политические риски Связанные с сохранением Местного вещания Приводили к тому Что уже В первой половине Нулевых Многие люди Аккуратные Осторожные Стали Медиабизнесы Сбрасывать Те которые Они создавали Но Не все были такие Были люди Упертые Вроде нас Которые считали Что еще надо Побарахтаться Вот И Есть документ Любопытный К вопросу о том Почему Почему закрыли Есть любопытный документ Который Мне пересказал Один из источников Он называется Докладная записка В администрацию Президента Относительно Телеканала ТВ-2 Вот говорю До сих пор Говорю Мне Как-то Ну Ощущаюсь себя Чуть-чуть Так Неадекватно Потому что Где администрация Президента А где телекомпания ТВ-2 А тем не менее Я абсолютно Твердо знаю Что Наша Из Пяти Или шести Из шести Независимых Источек О том Что судьба Телекомпании Решалась Именно на уровне Администрации Президента Российской Федерации В этой Докладной записке Нам менялось Следующее ТВ-2 Осуществил Несанкционированное Вмешательство В государственную Историческую Политику Пытаясь Расшатать Государственную Идеологию России Имеется ввиду Движение Бессмертный полк К созданию Которого Телекомпания ТВ-2 Была Причастна Далее ТВ-2 На деньги Михаила Борисовича Ходорковского Выстрелил Собиралась Запустить Спутниковое Вещание Общероссийского Масштаба С альтернативной Существующей Информационной Повесткой Далее Главным Направлением Этой Повестки Планировалось Сделать Пропаганду Сепаратизма И в частности Сибирского Областничества При всей бредовости Этого текста Который Я вам Только что Прочитал Он мне Представляется Достаточно Любопытным Потому что Он Говорит Нам о том Что В голове У этого Левиафана Который За стенкой За красной стенкой С зубцами Находится Что у него В башке Творец А вот Чего они Боятся Вообще Говоря Бессмертный Полк Что это Такое Было Изначально То Что Было В 2012 Году Название Которое Обсуждалось У меня В кабинете Сергеем Лапенковым Сергеем Колотовкиным Игорем Дмитриевым Которые Эту Историю Исходно Придумали Это Была Попытка Рассказать Другой Нарратив О войне Это Действительно Так Не Государственный Не Официозный Не Маршевско Генеральский А вот Этот Окопный Посмотрите Старые Письма Своего Дедушки Или Своей Бабушки Загляните В старые Фотографии Поймите Что с ними Было В сороковые Годы В этом Во время Войны В этом Не было Вот этого Милитаристского Помешательства Которое Характерно Для Последних Российских Лет В этом Не было Этого Неграна В этом Было Совершенно Другое Это Не было Против Государства Это Было Независимо От Государства Но Просто Параллель Негосударственный Гражданский Неполитический Некоммерческий Проект Как мы Это Определяли Не проект А движение Вот Но Есть такая Штука У меня Был Друг По Фейсбуку Владимир Чудов Старик Он воевал Ему Было Под 90 Лет Но Такой Очень Живой Старик Мы Переписывались Он У него Такой Инженерная Была Мысль С ним Очень Интересно Было На Гуманитарные Разные Темы Писать Вот Он Про Бессмертный Пол Мне Сразу Написал Интересное Вы Дело Для Себя Затеяли Ребята В 2013 Написал Но Для себя Рискованное Почему А государство Не может Позволить В этой области Никакой Самодеятельности Вы Залезли Туда Куда Залазить Вам Не Следовало Ну В общем Я отдал Должное Потом Уже Он Умер К сожалению Не дожил До 2015 Года Я отдал Должное Вот Его Инженерному Уму Он Не Читал Там Работ По Исторической Политике А Исторической Политике Как Ресурсу Но Сформулировал Все Очень Точно У нас Историческая Политика Это Ресурс Точно Такой Как Нефть И Вот Он Это Сформулировал Только По Своему Далее Про Сепаратизм Но Я Все Время Хожу Под 282 А Тут Еще 280 Прим Нарисовалась Вдруг Неожиданно Статья Областничество Это Очень Интересно А Кто Не Фамилия Потанин Говорит Кошту Да Хорошо Ну Немного Ладно Я тогда Скажу Григорий Николаевич Потанин Это История Это История 1867 Года Чтобы Вы знали Это Дело Об отделении Сибири От России И Образованию Республики Подобно Соединенным Штатам Так Оно Было Озаглавлено Для Фигурантов По этому Делу Главный Фигурант Этого Дела Григорий Николаевич Потанин Был В 1867 Году Приговорен К 15 Годам Каторги Потом Ему Срок Сократили Правда Это Был Кажется Единственный Случай Когда Людей Не Сослали В Сибирь А Выслали Из Сибири Они Этим Потом Гордились Потому Что Признали Что Сибирь Это Наше Отечество И Нас Из Отечества Выслали Потанин Писал Он Он И Его Сподвижники Считали Что Сибирь Колония России Мы Хотим Жить И Развиваться Самостоятельно Иметь Свои Нравы И Законы Читать И Писать Что Нам Хочется А Ничто Прикажут Из России Воспитывать Детей По своему Желанию По своему Собирать Налоги И Тратить И На себя Он Это писал В 1862 Году Но В 1867 Году Его Определили На Каторгу А потом Он Стал Это Несправедливо Что Его Так Мало Знают В России Потому Что Это Выдающийся Ученый Мирового Уровня Географ Путешественник Историк Фольклорист Выдающийся Общественный Деятель И В общем Мы В Томске Очень Этого Человека Почитаем Его Могила У нас В университетской Рощи Я когда Люди Гости В Томск Приезжают Когда я вожу Их на экскурсию В Томск Я их еще Завожу Обычно Вот В университетскую Рощу Вот говорю Сейчас К памятнику Патанину Пройдем Они обычно Говорят О Патанин Вас тоже Поддерживал Я говорю Нет Там Ой Он умер Что ли Уже Я говорю Да не тот Патанин Это Григорий Григорий Николаевич Патанин А вот И еще из него Процитируем Никакая власть Это он уже писал 50 лет спустя Не имеет права Какую бы то ни было Составляющую Часть государства Обращать Средства Для достижения Посторонней Этой части Целей Для выполнения Каких нибудь Экспериментов Государственная власть Не имеет права Одну из частей Государства Превращать В отвал Нечистот И отбросов Накопившихся В другой части Государства Человека Убежденного В благе Политической Свободы Личности Коробит Взгляд На народную Массу Как на Тесто Как на Какую-то Мастику Из которой Экспериментатор Готовится Лепить Свои фантазии Ну это он уже Писал в полемике С большевиками Собственно В 17-м году Мы кстати Сейчас Столетие Съезда Областников Отмечаем В начале Октября Которая проходила Конечно В нашем Замечательном Городе Томске И Суммируя Все это Я хочу Сказать Что Вот этих Людей За стенкой С зубцами Пугает Вот что Откуда Областничество Взялось Думаю Пугает Вот это Настроение Быть Хозяевами У себя Это имеет Отношение Не к Сибири Не к Томску Это имеет Отношение Каждой Местности Нашей Страны Потанин О чем писал Станьте Хозяевами У себя Дайте Нам Возможность Стать Хозяевами У себя И собственно Говоря Вот эта Самая Местная Повестка Которой Мы занимались Всю жизнь Она В конечном Счете На мой взгляд И послужила Главной Причиной Закрытия Телекомпании ТВ2 У нас Есть еще Время Тогда Напоследок Еще Под настроение Еще одна Прощалка Ну вот и все Обычно Каждый год В этом месте Мы говорили До встречи В следующем году Но сейчас Наши обстоятельства Таковы Что видимо Мы в эфире Уже до встречи Сказать не можем Если не произойдет Чудо В эфире После нового года ТВ2 больше не будет Еще около месяца Нас после нового года Смогут смотреть Те кто принимает Сигнал в кабеле Но затем история ТВ2 в Томске Закончится Сейчас не хочется Говорить о тех Кто убивает Телекомпанию И тратить на них Наше последнее Эфирное время Сейчас я хочу Сказать О наших зрителях О вас О тех Кто был с нами Все эти годы О тех Кто звонил К нам в редакцию Чтобы поделиться Своими новостями О тех Кто с нами Соглашался И не соглашался Но все равно Смотрел Спасибо вам Спасибо Томску Мы все эти годы На самом деле Работали для вас Вместе с вами Каждый день Нашей редакции Раздавались Десятки звонков Это ваши новости Вечером выходили В наших эфирах Вы становились Героями наших сюжетов Иной раз Нам приходилось Во всяких кабинетах Слышать упрек Мол Почему вы показываете Так много проблем Так много невеселого В ваших новостях Потому что К нам в редакцию Люди звонят чаще Когда им плохо И зовут нас на помощь Когда они могут Достучаться До самых разных Высоких инстанций Пытались объяснить мы За эти годы В эфире Наверное мы где-то могли Сработать профессиональнее Оперативнее Но я могу точно сказать Что ни разу Ни в одном сюжете Ни в одном эфире Мы не соврали Не сказали того Что не думаем на самом деле Не сделали ничего По приказу И все что мы делали Мы делали с любовью К вам наши зрители С любовью к своему городу И с любовью к своей стране Спасибо вам С наступающим Берегите себя И своих близких Ну а в заключение Немного истории ТВ2 Под соответствующую Нынешним обстоятельствам Песенку Никитина Времена не выбирают В них живут и умирают Больше пошлости на свете Нет чем клячить и пенять Будто можно те на эти Как на рынке поменять Что не век То век железный Но дымится Сон чудесный Блещет тучка Я в пять лет Должен был От скарлатины Умереть Живи в невинный Век В котором Горе нет Ты себя в счастливце Прочишь А при грозном Жить не хочешь Не мечтаешь О чуме флорентийской И проказе Хочешь ехать в первом классе А не в трюме В полутьме Хочешь ехать в первом классе А не в трюме В полутьме Что не век То век железный Но дымится Сон чудесный Блещет тучка Обниму Век Мой Рог Мой На прощанье Время Э Испытанье Не завидуй Никому Крепки Тесные Объятия Время Кожа А не платье Глубока его печать Словно с пальцев отпечатки С нас черты его Из складки Приглядевшись Можно снять Словно с пальцев отпечатки С нас черты его Из складки Приглядевшись Можно снять Времена Не выбирают В них живут И умирают Большей пошлости На свете нет Чем клянчить И пленять Будто можно Тем на эти Как На рынке Поменять Что не век То век Железный Но дымится Сосад Челезный Блещет Тучка Обниму Век Мой Рог Мой На прощанье Время Э Испытанье Не завидуй Никому Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Редактор субтитров Корректор А.Кулакова